здравствуйте вы на канале домашнее подворье прибыльное хозяйство когда начинается сезон инкубации мне приходится отвечать на вопросы заказчиков есть вопросы которые задают очень часто будут делать такие видео для вашего удобства и экономии моего времени и так примитивная инкубация сюда входит инкубирование яиц под наседками и вне профессиональных инкубаторов выделяю эти два способа в одну группу потому что по надежности они одинаковы требует постоянного внимания некоторые пытаются возражать у меня устройство автомат датчики системы защиты от и до ну и тому подобное а начинаешь говорить на чистоту выясняется что с потерями все знакомы и так инкубация под наседками на что обратить внимание чтобы сократить потери выбор наседки тот случай когда помогут только опыт и чутье она должна быть спокойной ответственной аккуратной со своей стороны обустройте место для насиживания это не одно и то же что гнездо для яйцекладки птице должно быть комфортно во всех отношениях чисто тепло спокойно доступная еда и вода возможность выгула для разминки и туалета и в зависимости от вида птицы доступ к зольнику или воде для купания если случается бой в гнезде смените подстилку и помогите на сетке почистить перо оградите ее от подружек помощницы до носа свежих яиц желательно оставить на сетке возможность контакта со стадом после насиживания легче будет вернуться в семью когда все готово на сетке нужно дать время рассидеться на муляже а пока есть время подготовить инкубационное яйцо инкубационное значит от здоровых родителей правильно собранное чистое соблюдены правила хранения если все идеально калибруем авоскопируем маркируем и подкладываем под нас сетку количество под каждую птицу разное желательно нечетное иногда есть необходимость обработать загрязненные яйца также я всегда обрабатываю яйца из других хозяйств есть разные способы можно выбрать один из на один литр воды температура комнатная как у яйца 50 миллилитров столового уксуса яйца погрузить в посуду с дезраствором и бережно удалить загрязнения со скорлупы пальцами старайтесь не нарушать защитный слой яйцо выложить на салфетку легко промокнуть и дать обсохнуть для обеззараживания выдерживая яйца в растворе до минуты и выкладываю на салфетку просохнуть иногда случается бой во время инкубации и пачкаются соседние яйца чищу их тоже только температура воды должна соответствовать температуре яйца это важно промыть промокнуть салфеткой и вернуть под нас сетку это только начало каждый день проверяю самочувствие на сетке и состояние закладки смотрю мираж по графику а вот заканчивается инкубации по-разному когда начинается стук чаще всего я забираю яйца в выводной инкубатор а на сетку стараюсь поднять гнезда если не встает это касается индюшек могу подложить яйца и дать отсидеться в холостую холодное время года могу вернуть под индюшку птенцов с инкубатора правильнее сказать индюшку птенцам помещая ее на территорию к малышам для дополнительного обогрева основной обогрев это электроковрики когда тепло птенцы растут без наседки для них оборудованы специальные baby зоны закрытого типа как в помещении так и на улице теперь про механическую инкубацию мне она нравится больше но независимо от модели инкубатора нужно понимать и чувствовать что происходит там внутри устройства это реальная история мужчина объясняет почему инкубационное яйцо плохое цыплята проклевывается и умирают в яйце не в состоянии выйти он скрывает скорлупу и видит что птенцы сухие на вопрос может дело не в качестве яиц отвечает я купил инкубатор в магазине он даже с гарантией мне было не смешно этот совет для тех кто только начинает механическое инкубирование обкатайте свое устройство заранее на простом материале желательно несколько раз чтобы иметь реальные данные по вашему устройству если добавить контактные термодатчики на яйцо в различные зоны на лоток инкубации вы оцените разницу между фактическими и паспортными данными трезво нужно оценить систему вентиляции и влажности а после коррекции режима инкубации можно начинать работать но даже такая подготовка не отменяет постоянный контроль техника как и на сетка может сильно удивить так что по сути при механической инкубации вы являетесь на сеткой от ваших настроек зависит развитие птенцов и чем ближе они к идеальным тем больше награда ждет вас за ваш труд ставьте лайки если тема понравилась подписывайтесь на канал задавайте вопросы буду тут еще видео по инкубации и я их тоже учту тема емкая и правильно будет разделить ее на части чтобы не утомлять вас спасибо за внимание и до новых встреч